Приветствую вас друзья, на связи с вами снова Сергей Куликов и сайт фокуса от моряка. В этом видео я буду разбирать очередную колоду. Колода очень популярная, колода очень классная. Я говорю вам о колоде НОК В3. Прежде чем мы начнем обзор этой колоды, я хочу отдельно поблагодарить магазин 54карц, который предоставил мне эту колоду для обзора. Ребята, отдельное вам спасибо. Ну что же, мы не будем тянуть время, переходим и смотрим, что таит в себе вот эта интересная пурпурная коробка. Ну окей, друзья, давайте присмотримся к нашей колоде, которая называется, как я уже говорил, НОК В3. Заказал себе я эту колоду, точнее не заказал, а прислали мне ее в этом пурпурном варианте, потому что это один, ну в пурпурный, фиолетовый, да, что-то такое вот. Это один из моих любимых цветов. Ну давайте присмотримся, что это такое, как она выглядит. Во-первых, хочу сказать, что карты НОК выпускаются компанией The Blue Crown. Вот, эта компания молодая и хорошо уже зарекомендовала себя на рынке игральных карт. То есть все мы помним колоды The Blue Crown с изображением короны. То есть очень качественные, хорошо прорисованные и такие эластичные карты. Мне лично понравились. Колоды вот эти вот НОКи печатаются на заводе в Тайпее. Это в Таиланде. И там используется уже совершенно другая бумага, в отличие от байсиклов, всем нам привычных, которые печатаются на заводе United States Playing Card Company. И покрытие это, которое вот здесь вот находится на этих картах, делает колоду очень-очень-очень стойкой к износу. Поэтому всем тем, кто любит очень много крутить флориши и просто мучить колоды, я советую купить вот карты НОКи, вот именно третьи. Потому что они очень хорошо терпят вот именно вот эти вот большие нагрузки, скажем так. Потому что я сам часто кручу этими картами. То есть работают они офигенно. Хотя изначально я разочаровался в этих картах, когда первый раз открыл. Покрытие какое-то непривычное. Какие-то они такие больно казались мне... Ну, в общем, не то, что обычно бывает, когда открываешь байки. Но когда поигрался с ними, как-то они притерлись. Карты очень классные. Вот если у вас нету, прям вот советую купить. Окей, ладно, давайте посмотрим, что у нас на этой коробке нарисовано. Ну, здесь у нас написано НОК Minimal Playing Cards. То есть минималистические игральные карты. Здесь, собственно, на торцах ничего нету. Здесь вот снизу надпись... Made with great care in Taipei. Ну, то есть, как я уже говорил, то, что произведено в Taipei. Это как бы вот этот вот завод в Таиланде. House of Playing Cards. Ну, House of Playing Cards... Это точно не помню, но, по-моему, какое-то одно из подразделений вот этого The Blue Crown. То есть раньше House of Playing Cards печатали НОКи вторые, и они как бы отдельно шли. Сейчас они то ли сотрудничают, то ли еще что-то. Я, в общем, не знаю. Ну, такие вот коротенькие надписи здесь. Крышечка у нас открывается на НОКах третьих. Вот не сбоку, как мы привыкли, да. Как вот, например, на вторых НОКах она открывается сверху, как все карты, да. А на третьих НОКах она открывается вот именно вот здесь вот с торца вот так вот. Точнее, с широкой стороны. И здесь вот такая вот надпись. Your card is the king of clubs. То есть твоя карта – это король крестей. Ну, это так можно делать фокусы с предсказанием, используя вот эту надпись. Что ж, давайте откроем, достанем наши карты и посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, ну, первым делом давайте посмотрим на Джокеров. Джокеры – это самые обычные звезды, которые мы можем видеть на погонах. Вот такие вот Джокеры, то есть никаких отличий. Обычные черные звезды. Пиковый туз точно такой же, как во вторых НОКах. То есть обычная пиковая мазь, которая делится надписью Minimal Playing Cards. Все. То есть чисто классический минималистический стиль. Далее. Давайте сразу рубашку посмотрим. Рубашка обычная. Такая вот. Такая же, как и на вторых НОКах. Без всяких там узорчиков, без всяких рисуночков. То есть обычный сплошной цвет. Такого цвета, какого вы захотите. Бывают они в пяти цветах. Это красный, синий, фиолетовый, желтый и зеленый. Также на этих картах, на этих рубашках сохранен краб. То есть при желании можно запросто узнать масть любой карты. То есть краб точно такой же, как и на вторых НОКах. То есть надо смотреть по уголочкам. Заостренные, либо закругленные. Далее что у нас? Ну, изображения. Старших лиц у нас классические. Такие же, как на басиклах стандартах. Ладно. Но есть такая одна небольшая особенность. Прям небольшая особенность. То есть если я возьму старшие карты из вторых НОКов. То обратите внимание, не знаю, камера, наверное, не передаст этого. Но вторые НОКи, они чуть-чуть потемнее. Вот именно яркость красок. Например, красный цвет, синий цвет. На вторых НОКах ярче. На басиклах стандартах тоже ярче. На третьих НОКах они сделаны чуть светлее. Ну, это как бы ничего особенного. Но все-таки это отличие. Поэтому надо об этом заявить. Итак. Значит, как мы уже поняли. Изображения старших карт у нас классические. То есть изображение, цифра на индексах тоже классическое. Вот красные цвета здесь тоже сделаны посветлее. То есть если я, к примеру, возьму второй НОК и третий. То есть обратите внимание. Блин, камера, наверное, не передаст. Но третьи НОКи чуть-чуть все-таки светлее, чем вторые. Вот именно цвет красный. Чуть-чуть светлее. Вот такое вот у нас изображение. Старших карт точно такое же, классическое. Красные масти светлее. Черные масти крестовые тоже самое. Такие же изображения. То же самое и с красными цветами, с червовыми. Они чуть светлее. Изображения все классические. Эти карты очень хорошо подходят именно для любителей слейтинга и флоришей. То есть лично я, когда тренирую флоришей, я тренирую сейчас вот именно с картами вот этими НОК с третьими. По ощущениям скажу сразу. Вот если я возьму вторые НОКи, они более мягкие. То есть они как-то более такие эластичные. Более такие вот все мягенькие, короче. НОКи третьи немножечко подубовей. Когда я их достал первый раз, честно говоря, я разочаровался в картах. Но потом, когда они приработались, как-то пригнулись, все было хорошо. То есть на третьих НОКах у меня изначально даже не получалось вот обычную тасовку фара сделать. То есть они просто карты между друг другом не лезли. Но сейчас вот эта ихняя дубовость как-то даже добавляет им шику. Все-таки они пожестче будут, эти карты, чем, например, те же байсиклы стандарты. Поэтому сейчас все вот эти новые флориши я как бы отрабатываю, используя именно третьи НОКи. Для флоришей это самое то. Если вы хороший кардист, то я думаю, вам эти карты пригодятся, потому что они очень износостойкие. Я не знаю, кто-то там пускал утку о том, что они стираются через две недели. Это все вранье. Лично я пользуюсь ими уже вот около месяца вот этими, именно вот этими картами. И ничего нормально. Ничего еще не истерлось. Ну что ж, друзья. Собственно, карты были минималистические. Соответственно, и обзор был наш минималистический. Если вам нравятся эти карты, то я советую вам их купить. Потому что это действительно карты офигенные. По качеству, по ощущениям в руках. То есть это совершенно иное, не то, к чему мы привыкли. Например, как байсиклы, теория 11 или еще что-то. То есть это совершенно другое. Бумага совершенно другая. Покрытие совершенно другое. Кстати, насчет покрытия я не узнал. Не попалась мне информация. Я знаю, что на вторых ногах был Magic Finish. На третьих, возможно, тоже. Ну да ладно. Как бы там ни было. Если карты вам понравились, ссылку на покупку этих офигенных карт я оставлю в описании к ролику. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok